Итак, добрый день, давайте начнем новый подраздел моего канала. Первая линейка у меня началась связана с AutoCAD, одной из самых распространенных программ двухмерного моделирования. Сейчас я буду рассказывать и начну новый раздел, связанный с Revit. Revit является одной из подпрограмм, связанных с BIM-моделированием. Почему одной из я буду постепенно раскрывать в данной тематике. Расскажу об алгоритме действия в Revit и об алгоритме создания различных проектов. Чтобы мы понимали логику проектирования, разницу между AutoCAD, Revit, либо системами моделирования двухмерных чертежей и трехмерных моделей. Будет небольшая разница и небольшой вводный курс. Принципиальное отличие от AutoCAD и Revit заключается в том, что в отличие от AutoCAD в Revit можно задать конечные значения, грубо говоря, прототип объекта, который в дальнейшем может быть возведен. Объекты, детали, сооружения, чего угодно. На самом деле задать ему какие-либо конечные параметры, которые в дальнейшем уже можно рассчитать. В AutoCAD, и в большинстве случаев он распространен как программа двухмерного моделирования, возможно только создать, грубо говоря, условное отображение самого объекта. Мы можем условно отобразить штриховки, мы с вами условно можем отобразить толщины линий, всяческие возможные параметры объекта, но за исключением шероховатости, визуальных каких-либо сегментов. И также то, что относится к сегментам настройки конечных функций самих материалов. В AutoCAD это сделать невозможно. То, что касается Revit, это информационное моделирование объекта. Ранее система BIM называлась как информационное моделирование зданий, информационное моделирование сооружений. По-разному кто-то интерпретировал BIM. Revit является одной из подпрограмм, которые связаны с BIM. Их там большое множество. И не только продукты Autodesk входят в BIM-моделирование, Revit только один из них. Принципиальное отличие Revit от AutoCAD еще также заключается в том, что в AutoCAD мы максимум, что можем задать, это конструкцию саму, ее графическое отображение, и условное представление материалов. В Revit же мы можем задать сразу же и материалы, и конструкции. При этом мы с вами, задавая свойства различных материалов, сразу же переходим к конструктивному назначению. То есть, если в AutoCAD мы можем начинать с вами моделировать с различных этапов, то в Revit мы по факту возводим здание от и до самого начала. От задания основного каркаса, его конечных свойств, задания каких-либо ограждающих конструкций, если рассматривать на примере, как здание, и уже в дальнейшем получить модель, которую мы можем рассчитать. Это будет прототип, который мы с вами можем изучить, который мы с вами можем рассмотреть, который мы с вами можем перепроверить, и, соответственно, он будет прослеживаться на всем жизненном цикле объекта в целом. Различные свойства есть, и мы с вами будем постепенно знакомиться с самим созданием проектов, и как редактируются различные свойства, и материалы подбираются, и возможные задания дополнительных функций. Если рассматривать разницу в еще одной из распространенных программ, которые связаны именно с архитектурным моделированием, 3D Max, тот же самый. 3D Max, не забываем то, что это программа, в которой задают только визуальные свойства объекта. Нету конечных свойств самих параметров материалов. То есть мы видим объект в целом, вот как, например, ручка, я вижу то, что она есть, я вижу тело, саму плоскость объекта, но я не вижу, из какого материала она сделана. В Revit я могу задать не только само тело, то есть объект, замоделировать его, я могу задать ему свойства, потому что она состоит из пластика, определенного пластика, его шероховатость могу задать, его визуальные свойства, отражательную способность и так далее. То есть я могу более детально проработать весь проект. То, что касается рассмотрения на всем жизненном цикле и преимущества Revit от других систем. Во-первых, в Revit возможно задать конечный прототип модели, который максимально будет приближен к идеальной среде, грубо говоря, то есть к проекту, который будет в реальности. Да, всегда все проекты не идеальны, он будет приближен к реальному отображению. Также в Revit можно создавать и двухмерные чертежи, и трехмерные объекты, можно делать презентации, можно разрезать объекты в различных плоскостях, можно делать не только внешнее благоустройство, также и внутреннее, задавать различные элементы и мебели, и материалов стен, и материалов пола и так далее. Все это можно задавать конечным свойствам, элементам. Почему Revit наиболее распространенным сейчас является, и он наиболее применим, потому что в нем есть то, чего нет в большинстве программ, связанных с архитектурным моделированием. Он собирает в себе все. Мало того, что можно задать конечные свойства, так еще и большинство программ совместно работают с Revit, и можно выгружать модельки свободно и производить расчеты. Именно строительных, если рассмотреть программных комплексов, потому что я в большинстве случаев специализируюсь именно на строительстве. Рассмотрю быстренько на примере, более детально мы с вами будем знакомиться с основными настройками уже в одних из следующих наших уроков. Я запускаю стандартный продукт, стандартный проект, который идет вместе с установкой Revit. В данном случае я буду работать в Revit 2020 года. Уже на данный момент появился Revit 2021 года, и что мы здесь с вами сразу же видим? Здесь сразу же выведены чертежи двухмерные, мы это можем рассмотреть, и визуализации выведены, и табличные какие-либо формы. Давайте рассмотрим в трехмерной плоскости на весь наш объект, который предоставляет нам программа разработчика. Я могу также в дальнейшем рассматривать еще и геологическую составляющую, могу создавать рельеф, могу создавать различные элементы конструктивные, могу задать реалистичные свойства, значения моих материалов, и в реалистичном виде посмотреть, как этот объект будет выглядеть приближенно. Опять же, повторюсь, нет такой программы, которая идеально вам покажет все аспекты, как он будет выглядеть у вас в реальных условиях. Сейчас он у меня немного подумает, потому что достаточно много каких-либо элементов различных семейств, с которыми мы с вами еще будем знакомиться. И у меня он покажется в реалистичном виде, чтобы вы могли ознакомиться с тем, что есть несколько этапов от оборождения проекта, как эскизный, так же, как и просто набором линий, так же, как и тонированный заливка. Вот сейчас он у меня отображался как тонированный режим. Я могу увидеть при помощи настройки трассировки лучей, в данном случае черновое отображение самого элемента. Сейчас я выключу тень и выключу трассировку лучей, мне она не нужна, иначе у меня слишком съедает мою систему, мой компьютер. Я немножко не туда перешел, я все-таки в режим трассировки лучей. Если просто в реалистичный вид, вот настройки параметров, я могу каждый элемент посмотреть в отдельности, могу посмотреть, из чего состоят мои стены, перекрытия, могу или заглянуть внутрь, могу провести сечение объекта, могу прогуляться полностью по своему объекту. Также я могу пройтись по всем этажам и составить, соответственно, чертежи по этажной разрезке, чтобы с ними уже в дальнейшем мог познакомиться. Как конкретно, вы еще переключаете, как конкретно работать более детально, мы с вами будем знакомиться в следующих наших уроках. Подытожим. Revit – это у нас программа, которая создает информационную модель здания. В этой информационной среде я могу задавать конечные свойства, как материалов, так же их свойств, привязок различных, и получать инженерные чертежи, такие же, как и в большинстве программ, связанных с двухмерным моделированием. При этом я совмещаю, какие две функции. Я могу одновременно рассмотреть двухмерный чертеж, могу рассмотреть трехмерную модель объекта, могу сделать трехмерную презентацию и могу настроить конечные свойства, которые нужны в дальнейшем для расчета в каком-нибудь другом программном комплексе. Более детально также могу создать какую-либо отделку, визуальную уже настройку, отделку, наружное благоустройство, то есть благоустройство с улицы, и свет настроить, и сделать максимально приближенную к реальному картинку, чтобы в дальнейшем можно было показать заказчику, как будет выглядеть ваш объект. В дальнейшем мы с вами будем знакомиться детальной настройкой самого программы продукта, знакомиться с различными шаблонами при активации, при первом входе в создание самого чертежа, и будем знакомиться с различными функциями, связанных с лентой, связанных с диспетчером проектов, как функция в панели «Свойств» отвечает за замену того или иного материала, их конечных настроек, свойств, и буду стараться это сделать на последних версиях программного продукта, чтобы вы могли с этим сразу же знакомиться. Разница в иконках и разница в ленте минимальная от предыдущих версий. Оно есть, да, присутствует, но название в большинстве случаев сохраняется у всех версий программного продукта, поэтому никакой сложности для понимания у вас не возникнет. Поэтому на сегодняшнюю нашу встречу у нас все. Будем дальше развивать данный канал. Если вам нравится мое видео и вы готовы ждать следующего, как-то отмечайте это. Жду ваши царские лайки. И, соответственно, рад был вас видеть сегодня вместе со мной. Продолжение следует...